Наш доклад будет посвящён препекторальной реконструкции молочных желёз у пациентов, больных раком молочной железы. Идея заключается в том, что мы хотим при минимальной хирургической травме получить максимальный онкологический эстетический эффект. В Европе появились первые публикации и доклады о том, что можно устанавливать импланты и делать реконструктивные операции при раке молочной железы. Устанавливали импланты препекторально. В первую очередь речь пошла о имплантах с полиуретановым напылением. Нам эта идея очень понравилась. Ещё раз повторяю, конечно, можно сделать травм, сделать многочасовую операцию, получить, в принципе, неплохой эстетический результат. Но реабилитация таких пациентов, сами понимаете, сколько времени будет занимать. И поэтому, конечно, чем проще, тем лучше. Гениальное всё просто. И при определённом отборе пациентов мы пришли к выводу и в нашей клинике, что мы можем тоже попробовать эту технологию. И на сегодняшний день мы прооперировали по этой методике около 30 человек. В нашей презентации 23 пациентки значатся. И первая операция такая состоялась в 2018 году. Причём из вот этих пациенток, которых мы сейчас презентуем, у 12 пациенток был рак молочной железы с мутацией генов Берсей-1. Установили мы этим 23 пациентам 40 имплантов. 27 из этих имплантов были с полиуретановым напылением. И остальные — это были силиконовые импланты анатомической формы. Было у нас одно осложнение — это экструзия импланта. Причём этот имплант был с полиуретановым напылением. Какие у нас показания именно в такой форме установки имплатов при эпикторальной реконструкции молочной железы? Это узловые формы рака молочной железы. Это в кавычках небольшой размер молочных желёз. Понятие небольшое, оно, в общем-то, достаточно расплычатое. И это отсутствие выраженного птоза молочных желёз. Какие преимущества мы имеем? Я об этом уже, в принципе, сказал. Это одномоментное вмешательство по онкологическим и по эстетическим показаниям одновременно. Это физиологическая установка импланта на большую грудную мышцу. То есть так как молочная железа устроена, она лежит на большой грудной мышце. То есть таким образом мы имплант устанавливаем на большую грудную мышцу. И сразу получаем эффектный эстетический результат. У методики, безусловно, есть и недостатки. Это невозможность вмешательства, или, по крайней мере, затрудненного вмешательства при выраженном птозе молочной железы и при поражении сковориолярного комплекса. Кроме того, существует высокая вероятность риплинга и контурирования импланта, особенно при использовании полиуретановых имплантов. Кто пользуется полиуретановыми имплантами, прекрасно понимает, о чём я иду речь. Это контур, это вылипающий, так сказать, имплант. Они как промокашка сразу себя всё впитывают, в том числе и контурируются достаточно хорошо на коже. И существует, безусловно, вероятность ротации силиконового импланта. На сегодняшний день импланты, которые вырастают в окружающей ткани, кроме полиуретановых, не используются. По известным причинам это лимфомы, о которых сейчас много говорят, но это не тема моего доклада. И поэтому импланты, которые мы устанавливаем, они не интегрируются в окружающие ткани, они свободно практически находятся в капсуле. И поэтому вероятность их ротации, она достаточно высокая. Хотя, что касается нашего опыта, у нас не было ротации. Первая операция выполнена в 2018 году, я об этом уже говорил. Ну и так далее. Сейчас, минуточку, следующий слайд. И переходим уже непосредственно к презентации наших пациентов. Это пациентка, которой 42 года, у неё был генетический, нет, не генетический, у неё был херопозитивный рак молочной железы. Мы ей выполнили подкожную мастектомию справа с одномоментной реконструкцией анатомических имплантов с полиуретановым напылением. И через год эта пациентка вот так выглядит. Левую грудь мы ей не оперировали, то есть симметризирующую операцию никакой мы ей не выполняли. Ну и пациентка категорически была против какой-то симметризирующей операции. Но, в принципе, с нашей точки зрения получен вполне себе хороший результат эстетический. Вторая пациентка. У этой пациентки рак молочной железы, люминальный бэхер, позитивный. После неодевантной химиотерапии пациентке была выполнена подкожная мастектомия с препекторальной установкой импланта с полиуретановым напылением. И для симметрии была выполнена аугментация контрнаторальной молочной железы. Кстати, вот здесь на презентации достаточно хорошо видно, что пациент имеет место рипплинг, и контур импланта достаточно ярко выраженный. То есть мы можем его наблюдать. То есть, в принципе, это такая ситуация, которая решается. Для этого существует прекрасная технология, такая как липофилинг. Следующая пациентка. Вот у этой пациентки генетически ассоциированный рак молочной железы. Она тоже после курсов. Это пациентка неодевантной химиотерапии. Мы получили, как онколог, я вам об этом с удовольствием докладываю, полный морфологический регресс в этой больной. Мы сделали двухстороннюю подкожную мастектомию и одномоментную реконструкцию путём установки анатомических силиконовых имплантов. Вот такой результат мы имеем. И, по-моему, грудь выглядит лучше, чем она выглядела до хирургического вмешательства. Не было счастья, то несчастье помогло. Вот ещё одна пациентка. Вы видите, здесь аналогичная ситуация с предыдущим, с предыдущей больной. У пациентки также генетически ассоциирована форма рака молочной железы. Мы её лечили, эту пациентку. Получили прекрасный результат в плане редукции опухоли. У неё полный морфологический регресс в этой пациентке. У неё, кроме того, ещё есть проблемы, связанные с осанкой, выраженный сколиоз у пациентки. Но после операции, после подкожной мастектомии двухсторонней и установки силиконовых имплантов, мы получили вот такой эстетический результат. Кроме того, пациентке ещё по онкологическим подказаниям было выполнено одныхсоктомия профилактическая. Так, следующий слайд. Тоже пациентка с похожей историей. Тоже рак молочной железы. Тоже есть мутация гена Берсей. Тоже мы, пациентки, сначала проводили неодиуантную химиотерапию. После химиотерапии выполнен хирургический этап лечения и получен вот такой вот эстетический результат. И заключительные слайды. Эта пациентка тоже в похожей ситуации, я поэтому повторяться не буду. Так вот пациентка выглядела до хирургического этапа лечения. При пикторальной установке имплантов силиконовых и получен такой вот эстетический результат. Это результат через две недели после операции. Ещё видны следы нашего хирургического вмешательства, кровопотеки на коже. А так выглядит пациентка через полтора года после операции. Вывод следующий. Это эффективный метод хирургической реабилитации больных раком молочной железы. Как правило, не удлиняющие сроки проведения специального лечения, химиотерапии, радиотерапии. И при умелом использовании имплантов, при умелом их подборе, я имею в виду размер, ширина, высота, проекция, можно получить и нужно получать прекрасный эстетический результат. Спасибо за внимание. Продолжение следует...